здравствуйте всем всего хорошего сегодня на моем канале я покажу вам как приготовить вот такой вот замечательный суп гороховый по определенному рецепту не как обычно мне кажется он не не прозрачный он густой мясистый прям как для мужичков для мужичков и стопочкой само собой здесь непосредственно готовки вот продукты на нашем столе то что нам минимально что пригодится гороха здесь кстати очень много так как я попросил жену ночью замочить горох так меня не было дома и она замочила кружку кружки оказалось очень много для данного рецепта ну вот что мы имеем на нашем столе так кастрюля я вам не скажу что здесь три литра конечно ингредиенты вы видите так нам нужен картофель 1 лук 1 морковь буханка черного хлеба грудка желательно копченая можно из обычной и томатную пасту томатная паста по желанию ее не обязательно в принципе процент рецепт простой ингредиентов очень мало так что я думаю справится любой человек ну и для начала самое главное что вам нужно нам нужно убрать во первых кожу неважно какая то кожа это сырая грудка либо копченая мы удаляем кожу грудку конечно желательно помыть потому что если она не вакуумной упаковки непонятно где она была так ну и разделываем отделяем мясо от кости и данную кость мы отправляем на варку пускай она варит чтоб она дала нам как бы бульон хоть тут особая небольшая кость много бульона не получится но все же мы отправляем ее не обязательно вычищать все прям досконально просто удаляем максимум сколько можем и отправляем нашу грудку вариться после варки мы достанем кость и отделим оставшиеся мясо которое у нас останется ну что ж вот у наша косточка от грудки отправилась вариться добавляем туда ну две-три ложки гороха целого чтоб все-таки горох ощущался с остальным горохом я покажу что будем дальше делать так как мне показалось что горох слишком жесткий поэтому я решил добавить немного раньше чтобы он как бы проварился и вот я вожу его блендер это у меня такой стакан для микса коктейлей сейчас закрою крышку в которой лезвие и дальше вы увидите что мы измельчаем горох то есть еще три-четыре ложки мы просто измельчаем чтобы у нас был суп непрозрачный во-первых мутный и более такой более густой как суп пюре так вот мы его измельчаем на блендере и далее все весь этот горох отправиться у нас в кастрюлю для варки принципе если он у вас хорошо размочился вы чувствуете что он такой более мягкий то можно его добавлять намного позже так как в данной ситуации вот когда его добавлял здесь очень много потом пены было потом пришлось очень долго убирать эту пену так что добавляйте это позже а так суп уже приобретают такую густую массу и мутность в принципе то что мне нужно было не люблю прозрачный супа вот что у нас получается буквально через несколько минут уже такой более можно сказать уже прям такой суп суп прям суп суп так далее делаем пассировку до этого мы возьмем один лук и одну морковь в принципе больше для супа не надо извиняюсь что камера трясется так как я резал не самым маленьким ножом хотел выпендриться не знаю что я хотел до берегите пальцы будьте аккуратней в принципе нарезка лука особо роли никакой не влияет если кто не особо любит лук можете мельче нарезать но на практике я могу сказать что сколько блока не было после пассировки после варки его особо и не видно каком бы он виде не был но если вы конечно целую луковицу не бросите здесь я опять выпендряюсь что-то пытаюсь сделать звездочки по моему у меня даже это получилось немного от мяса еще у нас не нарезана вот стоит справа мясо еще которое мы чуть позже нарежем и отправим немножко на сковородку обжариться буквально чуть-чуть ну и вот я нарезаю те самые звездочки кто не понял как просто вырезаете небольшие углубления в моркови делаете а потом не нарезаете у вас получаются такие как звездочки вообще в принципе можно было эту морковь протереть как обычно на терке но я просто люблю когда морковь более большая и ощущается в супе поэтому я решил сделать данный тип то есть звездочки так ради интереса да и ребенку понравится ну вот и пришло время нашей пассировки так я использую оливковое масло на разогретую сковороду наливаем оливковое масло всю нашу пассировку отправляем сковороду по сер так сказать пассироваться я не люблю особо с ней заморачиваться поэтому я все отправляю высыпаю в кастрюлю ой в сковороду извиняюсь и перемешиваю закрываю крышкой и она в принципе жарится и мешаю так изредка огонь у меня убавлен на чуть меньше половины на игру я не особо не не слежу за ней но пассировка это неотъемлемая часть супа так как морковь с луком дают свой цвет ну лук то понятно не дает а вот морковь после обжарки в масле она дает вот эту желтизну а тем временем мы уже перешли к нарезанию картофеля в принципе здесь ничего сложного нету я думаю каждый нарежет здесь кстати сейчас еще файл будет как обычно это в жизни бывает я мог вырезать конечно я не стал этого делать пускай все таки будет но это обычная кухня что вы хотели везде все падает так нарезаем произвольно картофель полосками можно кто-то если кубиками нарежет но если будете варить долго в принципе он у вас практически весь раз развалится да еще про один лайфхак забыл рассказать я еще делаю так я одну целую картофельную отправляю вариться но не целую пополам ее разрезаю отправляю вариться и после того как она сварится я ее разминаю и также отправляют суп то есть суп еще получают такую более крахмальность вот и файл ай упала ай вторая упала так ну и вот наша грудка грудку на и нарезаем также полосками произвольно я думаю ничего сложного здесь ни у кого проблем не возникнет но если только собака вот не прибежит справа которая хочет я не помню дал ему да что-нибудь это не дал возможно дал так вот здесь я кубиками нарезаю так сказать здесь я уже отправляю нашу курочку рябу в сковороду в принципе это делать не ну не нужно но я почему-то захотел еще и обжарить чтобы она была такая более зажаристая в принципе делать для рецепта это не обязательно хотите делайте хотите нет вообще не обязательно использовать например копченую грудку можно использовать какую-нибудь сырокопченую колбасу копченую колбасу все зависит от ваших вкус и вашего предпочтения мяса в принципе можно использовать любое какое вам пожелается все что здесь сработает ваша фантазия основной рецепт есть все остальное у вас голове как хотите сделать так и делать вот в данный момент то что я делаю с буханкой хлеба не надо говорить что это варварство что и порчу хлеб в каком-то в одном из ресторанов ну видео из ресторана не не про готовку именно в ресторане подача там была подача именно горохового суба буханки черного хлеба но там правда была круглая вообще почему-то буханки стали намного меньше не знаю почему раньше буханки были больше ну и вот принцип того что сделал конечно же я накосячил здесь немножко я потом объясню что здесь не так я прорезал короче немножко с краю корку я очень переживал что потекет поэтому еще все это поставил фольгу думаю сопратики то фольгу но ничего страшного не произошло ничего не вытекло по поводу хлеба вот этот кусок у нас пойдет на гренки а вот эти все остатки которые я сейчас буду зверски вы выковыривать из изнутри буханки все пойдет птичкам так что ни одна буханка в данном видео не пострадал по итогу у меня получилось вот такая вот буханка полая то это бишь кто не понял это тарелка для супа очень вкусный суп получился из буханки немножко придало хлеб свою то что я сейчас сделаю это добавляю томатную пасту делать этого не обязательно это моя хотелка я добавил столовую ложку можно сказать ну она даст свою небольшую красноту супу принципе это не обязательно все это обжаривать отправляем у нас нашу пассировку в суп немножко перемешиваем так это буханка завернута фольгу которая я говорил чтобы не протекла так пришло время специи как видите уже суп более такой прям гороховый гороховый так пару лаврушек сухой чеснок не знаю можете меня троллить можете не троллить не вижу смысла обычный чеснок кидать суп и вообще его лучше добавлять в самую последнюю очередь даже не когда он кипит а когда уже выключили тогда будет более насыщенный чесночный вкус чеснок при температуре почему-то пропадают у него его вкус вкус и запах здесь перчим можно круглый перец можно молотый кому как нравится так здесь мы нарезаем остатки нашего хлеба из которой вы сделали тарелку из этого у нас получится гренки гренки простые я не заморачивался чисто пожарены на не на ранее там не на растительном она оливковом масле форму можно было сделать больше ну то бишь длиннее соломкой но так как у меня цвет тарелка не особо широкая поэтому я решил нарезать помельче в гренки можно добавить соль чеснок все по вкусу лучше всего чеснок добавлять после обжарки в данном случае я еще в горячую сковороду уже начал тереть чеснок когда уже хлеб немного поджарился я уже начал натирать туда вот сейчас в данный момент надо сейчас я начну уже натирать тогда еще газ был не выключен принципе еще жарилась так ну так делать не стоит лучше вообще в самую последнюю очередь когда выложили на тарелку и сверху чесночком либо в тарелку в крупную и нарезать и потрясти чтобы он весь чеснок я был вот наша финишная прямая вот такой вот суп получился принципе я на него потратил около часу ну так как с буханкой мучился туда-сюда где-то от 40 до часу будет такая такое приготовление блюдо от 40 минут до часу и вот что получилось густой наваристый суп прям суп суп я сказал еще и с неплохой подачей если хотите кого-то удивить из родных близких ради бога пользуйтесь фольга принципе как я уже сказал не пригодилась суп никуда не убегает ничего стоит на месте так зелень конечно же укроп петрушка но и наши греночки сверху чесноком отличный получился суп вот прям сейчас сижу смотрю и прям прям слюни слюни во рту на сходить поесть так как я его варил вчера он еще есть буханку правда жена съела но суп лежит ждет сегодня кстати на второй день всегда кто не знает суп вкуснее когда он настоится все прям все впитает себя весь дух все всего того что ты вложил в него так что вот что получается всем большое спасибо до свидания надеюсь